Добрый день, уважаемые дамы! Я надеюсь, вы серьезно отнеслись к предыдущему заданию, которое я давал на прошлой неделе. Ведь если вы будете перепрыгивать через тяжелые задания и выполнять только легкие задания, то через какое-то время даже самые легкие задания вам покажутся очень тяжелыми. К сожалению, а может быть к счастью, так устроен процесс обучения, что мы должны все делать последовательно, от простого к сложному, ничего не пропуская. Итак, на прошлой лекции я вам дал задание по поводу стандартизации своего рациона питания. Всю прошлую неделю вы должны были кушать одни и те же продукты в одном и том же количестве. Таким своеобразным способом мы получаем контроль, точный контроль над поступающими каждый день калориями в наш организм. А когда мы получаем контроль над этими калориями, то это нам дает возможность управлять своим телосложением. Верно? Ведь как можно чем-то управлять, если мы это не контролируем? Никак. За прошлую неделю вы приучили себя готовить еду в одном и том же количестве, и что самое главное, потреблять одно и то же количество калорий каждый день. Таким образом, вы получили контроль над поступающими калориями. Это то, чего нет у абсолютного большинства остальных людей, которые вас окружают. Когда вы сегодня пойдете на работу или гулять, оглянитесь вокруг. Огромное количество людей, которые ходят рядом с вами, в той или иной степени, раньше или позже, пробовали контролировать свой рацион питания. Ну, очень многие. Во всяком случае, они в это верят. И если вы у них спросите по поводу контроля своего питания, они начнут вам с пены у рта доказывать, что они много раз это делали, потому что много раз сидели на диете. Но все это самообман, потому что их контроль питания был неточный. Вы, в отличие от них, точно потребляете одно и то же количество каждый день. Эти же люди сидели на каких-то выдуманных диетах, которые не учитывали их индивидуальные особенности, не учитывали их индивидуальные потребности в этой калорийности. Для того, чтобы узнать точную калорийность, которую вы потребляете каждый день, есть два пути. Более сложный и более простой. Более сложный это взвешивать все продукты, которые вы съедаете в течение дня, а потом с помощью таблицы калькулятора их суммировать. Ну, то есть вы взвесили, вы скушали там, допустим, полкилограмма куриной грудки. Так, вы заходите, смотрите в таблице. Так, 100 грамм куриной грудки, там 20 грамм белка, столько-то калорий. Так, считаем, умножаем на 5, получается у нас там 100 грамм белка мы получили, такую-то калорийность получили. И вот так вы суммируете все продукты, которые в течение дня вы съели. Взвесили, посчитали, суммировали. Это долгий, сложный путь, который я вам не рекомендую. Потому что есть более простое второе решение, про которое мы сегодня и будем говорить. Второе решение это, когда вы ничего не считаете, но вы придерживаетесь постоянного рациона питания. То есть ведь не важно, сколько там циферок будет в том или ином продукте. Если у вас количество этих продуктов постоянно одно и то же, это говорит о том, что вы постоянно кушаете одну и ту же отправную точку по калорийности, которую вы можете изменять. Вот большинство людей, которые считают, что садятся на диету, они поступают не по первому, не по второму способу. То есть человек там, допустим, может начать есть только вареные или начинает есть какие-то специфические продукты и считает, что это диета. Это не диета. Потому что даже вареными продуктами можно набрать сумасшедшую калорийность или там эта калорийность может день от дня меняться. А у вас калорийность постоянная, у вас есть точка отсчета, у них точек отсчета нету, поэтому у них диеты никогда не получится идеально, у вас получится. Ведь смысл всех диет он один и тот же. Абсолютно все диеты говорят об одном и том же, о том, что нужно каждый день получать калорий чуть меньше, чем тратишь. Если это будет происходить, то никуда вы не денетесь, ваше тело будет вынуждено постепенно худеть. Если калорий будет больше, чем нужно, то вы будете толстеть. Вот принцип, которому подчиняются абсолютно все диеты. Для того, чтобы мы могли пользоваться этим основным принципом, нам просто нужно иметь постоянную точку отсчета. И в этом заключалось ваше первое задание. Я надеюсь, вас можно поздравить, потому что если у вас получилось это, то теперь у вас точка отсчета есть. И дальше мы уже можем непосредственно заняться манипуляциями с вашим телосложением. То есть для нас стало очевидно, что теперь, после того, как у нас появилась точка отсчета, мы можем ее постепенно уменьшать. Мы можем уменьшить количество калорий для того, чтобы у нас начиналось жиросжигание. Тут очень важно уточнить такой момент, что ограничения должны быть очень маленькие и очень постепенные. Почему? Потому что наше тело очень не любит что-либо отдавать. Наше тело жуткий скряга, который не любит что-либо отдавать, когда в этом мало смысла. Если же вы очень жестко ограничите свой рацион питания в плане калорийности, то наше тело подумает, что попало в ситуацию голода, ситуацию стресса, и начнет предпринимать ряд мер, которые замедлят дальнейшее жиросжигание. Ведь наше тело не понимает, у него нет мозгов, что вы худеете для того, чтобы быть более красивой. Наше тело думает, что если вы не получаете еду, то значит просто ее нету и вы голодаете. И в такой ситуации, чтобы вы не умерли, ваше тело начинает замедлять скорость обмена вашего вещества. То есть замедлять скорость возможного дальнейшего жиросжигания. То есть чем более резкие ограничения в вашем рационе питания, тем больше шанс, что тело замедлит скорость жиросжигания. Чем более плавные и маленькие ограничения в вашем рационе питания, тем меньше шанс, что тело будет замедлять скорость обмена веществ. Вывод очень простой. Сильно и резко ограничивать свою калорийность питания нельзя. То есть нельзя, допустим, в два раза сократить количество пищи, которую вы привыкли за прошлую неделю кушать. Это будет слишком резко для нашего тела. Замедлится обмен веществ, замедлится жиросжигание. Так мы делать не будем. Но мы можем делать это постепенно. И второе задание на следующую неделю заключается в том, чтобы чуть-чуть ограничить вашу калорийность. То есть чуть-чуть забрать пищи от того количества, которое вы съедали каждый день. Когда вы отнимете чуть-чуть этой пищи, тем самым вы уменьшите вашу калорийность и тем самым вы создадите больший дефицит в вашем организме калорийности. Будет ли этого достаточно для того, чтобы началось жиросжигание, я не знаю. И вы пока не знаете. Какая должна быть калорийность для того, чтобы началось похудение? Но я могу, конечно, сказать ориентировочные цифры. Там, допустим, тысяча, полторы тысячи калорий для женщин. Как правило, в этом диапазоне лежит та точка, опустившись ниже которой, женщина начинает терять жир. Но это просто цифры. И этот метод, он не точный. Он приблизительный. Я же сейчас пропагандирую вам тот метод, который работает лучше. Тот метод, который учитывает вашу индивидуальную точку. Потому что, как я говорил в прошлой лекции, эта точка у всех разная. Одному нужно больше калорий, другому меньше. Где находится вот эта вот точка равновесия, ступив за которую вы начнете худеть, либо переступив, которую вы начинаете набирать, никто точно не знает. Единственный способ это узнать точно, это опыт. И мы сейчас к этому постепенно приближаемся. Я не знаю, где эта точка. Вы не знаете, где эта точка. Я не могу гарантировать, что сейчас сократив чуть-чуть рацион питания, ваша общая калорийность будет на уровне этой точки или ниже этой точки. Потому что я не знаю, где она находится. Но нам это знать и не нужно. Постепенно, неделя к неделе, мы будем по чуть-чуть сокращать ваш рацион питания. То есть от того количества, которое вы кушаете сейчас каждый день, мы будем чуть-чуть отнимать. Ну, примерно это будет где-то одна четверть от всех углеводов, которые вы съедаете каждый день. А потом, раз в неделю, мы будем делать контрольное взвешивание. То есть показателем является контрольное взвешивание. Если раз в неделю, в воскресенье, вы взвешиваетесь и видите, что потеряли за прошедшую неделю один килограмм, все супер. Это говорит о том, что вы как раз опустились чуть ниже своей средней точки, и у вас сейчас идет жиросжигание. Если же потерь килограммов нету, то это говорит о том, что мы еще не дошли до вашей точки равновесия. Значит, на следующую неделю нужно еще чуть-чуть сократить углеводы. Все очень просто. Мы не знаем, никто не знает, где точка равновесия. Но мы постепенно начинаем сейчас ее искать экспериментально. И когда мы ее найдем, мы будем знать точно. Будем знать точно вашу индивидуальную точку равновесия. Это не какие-то там усредненные цифры из журналов. Мы будем знать четкий план, который идеально, индивидуально подходит для вас. Ну отлично. Практические рекомендации. Сокращать наш рацион питания мы будем прежде всего за счет углеводов. Углеводы это различные каши, это рис, это мучные изделия, все сладкое, даже фрукты. Почему мы должны сокращать наш рацион питания за счет углеводов, а не допустим за счет белков? Причин очень много, но озвучу две самые главные. Первая причина. Дело в том, что углеводы способствуют более мощному выбросу инсулина в вашей системе. А инсулин это транспортный гормон нашего тела. Тот самый гормон, который в неблагоприятных ситуациях будет транспортировать ненужные питательные вещества не в те места, куда нужно. Я имею ввиду в подхожный жир. То есть чем меньше инсулина, тем лучше для похудения. Чем больше инсулина, тем хуже. А углеводы это именно тот нутриент, который способствует лучшему выбросу этого гормона. Поэтому логично, что мы должны сокращать наше количество калорий именно за счет углеводов, которые выбрасывают инсулина. И вторая причина заключается в том, что у нас, грубо говоря, нет выбора. Потому что помимо углеводов есть еще два нутриента. Это белки и жиры. Жиры мы по определению уже исключили из нашего рациона. Потому что жиры на диетах очень сильно мешают. В силу того, что в каждом грамме жира в два раза больше калорий, чем в грамме углеводов или белков. То есть в жире находится 9, а там 4. Но, собственно говоря, жиры мы должны сразу выкинуть. У нас остаются углеводы и белки. Белки мы не можем сокращать, потому что наше тело полностью состоит из белка. Белок нам нужен для нормального функционирования. И в таких условиях что у нас остается? В таких условиях у нас остаются только углеводы. Именно поэтому мы будем сокращать именно углеводы. Как это выглядит на практике? Допустим, у вас есть какой-то набор продуктов, который состоит в основном из углеводов и белков. Углеводы это у вас, допустим, может быть стакан сухого риса, или стакан сухой гречки, или овсянки, или что угодно может быть. Белки, ну пусть, допустим, в нашем примере это будет полкилограмма куриной грудки. Это может быть рыба, это может быть говядь, это может быть что угодно. Также в нашем рационе, как правило, очень много находятся клетчатки, овощи, фрукты и так далее. Вот это наш стандартный примерный рацион. То есть у одной девушки за основу из углеводов может быть и рис взят, у другой может быть гречка, у третьей может быть овсянка. Это не столь важно, что именно. Важно, что есть определенный объем постоянный. То есть вы там, допустим, каждый день кушали стакан риса, или стакан гречки. А теперь вы должны от этого объема чуть-чуть отщепнуть углеводов. Как сделать? Вам не нужно сидеть с весами и высчитывать калорийность. Вы знаете стандартный свой рацион. У вас был стакан риса. Теперь уберите от этого стакана четверть. Сделайте так, чтобы у вас был не стакан сухого риса, а три четверти стакана. Сократите на одну четверть. Таким образом мы добьемся того, что нужно. За счет углеводов мы начнем сокращать нашу калорийность. Прежде чем это сделать, вы должны встать на весы и взвеситься. То есть контрольное взвешивание каждое воскресенье служит показателем того, достигли мы точки равновесия или не достигли. Если наш вес уменьшается на полкилограмма килограмм в неделю, значит мы достигли точки равновесия и зашли под нее. Если же мы, и это хорошо, в этом наша цель, если же у нас вес на следующую неделю не поменялся, значит мы этой точки еще не достигли. И нам нужно будет дальше сокращать количество углеводов в своем рационе. Вот все очень просто. Вы должны взвеситься, встать на весы, зафиксировать свой вес, а на следующую неделю вы начинаете просто кушать меньше углеводов. Вместо целого стакана, грубо говоря, риса, вы сокращаете на четверть и кушаете три четверти. Но это просто пример. Если вы изначально настроили свой рацион, в котором не стакан риса, а полстакана риса, ну значит отчипните одну четвертую часть от этой половинки. Это просто пример для того, чтобы вы поняли суть. Вы начинаете за счет углеводов постепенно сокращать свою калорийность и смотреть, что из этого получается каждую неделю относительно своих точек отсчета. Вот точка отсчета у нас есть в нашем рацион, мы чуть-чуть его за счет углеводов снижаем. Я не могу вам гарантировать, что сокращения на одну четверть поступления углеводов будет достаточно, чтобы началось жиросжигание. Потому что ни я, ни вы не знаем, где ваша точка равновесия. Но мы таким способом гарантированно раньше или поздно узнаем. Мы раньше или поздно придем к вашей точке равновесия и увидим, началось жиросжигание или нет. И мы это узнаем точно, без всяких выдуманных цифр. Мы будем точно индивидуально знать конкретно для вашей фигуры, что и в каком количестве нужно есть, чтобы худеть или чтобы набирать. В прошлом сюжете я планировал сегодня дать вам сразу два задания. То есть дать одно задание по поводу рациона питания и дать одно задание по поводу вашей тренировки. Пораскинув мозгами, я передумал это делать, потому что два задания осмыслить будет гораздо сложнее, чем одно. Поэтому сейчас мы идем дальше, выполняя по одному очень простому заданию. Но помните о том, что это важнейшие задания. То, что мы сейчас изучаем в самом начале, это самые эффективные вещи. Изучив, лучше изучить первые 5-10 заданий, чем изучить 30 последующих. Потому что все остальное это будут вторичные задания. А все самое главное, самое эффективное мы изучаем именно в самом начале. По-моему, отнеситесь, пожалуйста, серьезно к этому, к первому и ко второму заданию. Не перепрыгивайте через них. И тогда у вас гарантированно все получится. Помните также о том, что то, о чем мы сейчас говорим, это не диета. Не относитесь к этому как к диете. Относитесь к этому как к вашему постоянному здоровому питанию. Ведь диета это всегда что-то временное. Это то, что вы достигли, а потом потеряли. Вам нужен временный результат? Думаю, нет. Вы заинтересованы в постоянном поджаром сексуального телосложения. Если вам это нужно и интересно, то тогда вам нужно не что-то временное, как с диетой, а постоянное. Поэтому привыкайте к мысли, что это постоянное нормальное здоровое питание на всю жизнь. И, милые девушки, не стоит этого бояться. Поначалу кажется, боже мой, это что-то такое сложное. Это мне придется всю оставшуюся жизнь сидеть на диете. Нет. Нет, черт возьми. Так только кажется, потому что для вас это непривычно. И потому что вы себе внушаете, что это диета. Внушайте себе, что это просто правильное питание. Во-первых. А во-вторых, я вам открою такой секрет. То, что вам кажется сложным поначалу, будет казаться легким и простым через пару месяцев. То, что вам, возможно, сейчас кажется сложным в плане кушать каждый день одни и те же продукты питания, готовить их заранее, то пройдет месяц-два, и вы как-нибудь утром проснетесь и подумаете, боже мой, а как можно иначе? Как можно было иначе вообще питаться, не контролируя себя? Вы через какое-то время настолько привыкнете, что вы не будете этого замечать. Вы будете радоваться жизни и понимать, что вы на верном пути. А все остальные люди, которые питаются иначе, будут просто вызывать сожаление у вас. Вы будете стараться, как я вначале, вы будете стараться им внушить какие-то правильные мысли, как контролировать свое телосложение, как контролировать свое питание. И уже они будут на вас вот так вот смотреть и думать, боже мой, как вы себя так сильно ограничиваете, это же так сложно. А вы будете смеяться, потому что для вас это будет естественным и легким казаться. Я вам скажу больше. Пройдет еще полгода-год, вы придете к такому состоянию понимания своего тела, тех калорий, которые поступают в него, что вам даже не нужно будет постоянно кушать одни и те же продукты. Вы просто научитесь слышать свое тело, свой организм. Вы сможете кушать что угодно, но вы будете ощущать, идет у вас жироотложение или наоборот идет жиросжигание. Просто для того, чтобы научиться таким штукам, нужно для начала их контролировать, понимать. Если вы не пройдете вот эти вот шаги, которые мы сейчас пытаемся с вами вместе пройти, то вы не сможете прийти к этому продвинутому этапу. Но когда вы к нему придете, вам не нужно будет ничего скрупулезно считать. Вы научитесь слышать свое тело. Вы сможете скушать сегодня, допустим, больше, чем вчера, утром проснуться и почувствовать это. И тогда на завтра вы покушаете меньше, чем сегодня. Причем вам не нужно будет это взвешивать, как-то считать, контролировать. Вы просто это будете чувствовать. Вот наша задача в перспективе, глобальной, на уровне питания, чтобы вы пришли к такому уровню, чтобы вы научились ощущать свое тело. Для этого мы идем от простого к сложному. Но мы к этому придем. Главное, оставайтесь с нами. А для того, чтобы оставаться с нами, достаточно просто подписаться. Вот там вот вверху два квадратика. Если вы подпишетесь на верхний, нажмете на верхний квадратик, вы подпишетесь на обновление на нашем видеоканале YouTube. И, соответственно, в следующий раз, зайдя к себе на канал YouTube, будете видеть новые видеосюжеты, которые мы выпускаем. В том числе и по женскому тренингу. Либо вы можете нажать на нижний квадратик, хотя он в основном для мужчин. Нижний квадратик – это вы начнете получать все мои статьи, все мои сюжеты в качестве почтовой рассылки по воскресеньям. Войдете, так сказать, в нашу закрытую секту под поле. В общем, выбирайте. Я вам в любом случае рекомендую обязательно нажать на верхний квадратик. Ну, а нижний квадратик – это, так сказать, факультативно для самых больших фанаток. Хорошо, милые леди, с вами был Денис Бориса. Выпуск блога экстремального самосовершенствования fit4life.ru для девушек. И я вам желаю удачи, успеха и да пребудет с вами сила!